Прокатиться с ветерком и с риском для жизни. Отечественные авто укротили каскадеры. Виртуозы доказали, что машины могут ездить и на двух колесах, и даже на крыше. О том, что наш автопром рулит, трюкачи из Тольятти усердно доказывают стране почти 10 лет. Куда катимся, увидела Екатерина Деменчук. Какой-то сверхъестественности в моей работе нет. Вон уже люди насмотрелись, вон уже люди начинают крутить. Так бывает в каждом городе. Все бы ничего, но эта машина едет под наклоном в 45 градусов. Юрий Яранов уже не видит разницы между движением на своих двоих колесах или на четырех. В команду итальятинских трюкачей он попал, как и остальные, из любопытства. И уже прошел через медные трубы, воду и огонь. Буквально гореть желанием, сделать что-нибудь экстремальное и любить риск. Обязательные качества каскадера. А мастерство придет со временем. Правда, в такой профессии права на ошибку почти нет. Хочешь жить – умей вертеться. Нам некогда бояться, потому что нужно работать. Страх отвлекает, рождает неуверенности. Поэтому бояться некогда, нужно работать. Все, что возможно, все бы хотел попробовать. Да и что невозможно. Такие трюки можно выполнять на любой машине. Но водители-экстремалы предпочитают отечественный автопром. И крутятся, как могут, чтобы поменять у зрителей мнение о наших автомобилях на 180 градусов. Это стандартный автомобиль. Каждый каскадер, который отвечает за свой автомобиль, на котором он работает, ну, как-то легкий тюнинг приемлем, но не глобальные переделки. На обычных машинах они выполняют трюки, достойные голливудских боевиков. Причем попробовать стать каскадером может каждый желающий. Даже после окончания шоу каскадеры еще долго не расходятся с площадки. Слишком много желающих попробовать экстремальное развлечение на себе. Конечно, во время такого катания скорости совсем небольшие. Хотя на самом деле скорость во время трюка может достигать 80 км в час. Но развивать бешеные скорости автолюбители не призывают. Наоборот, советуют не повторять трюки, что называется, в домашних условиях. И уж если водители желают полихачить, это нужно делать на тренировочных площадках, а не на дорогах. Екатерина Демичук, Владимир Среда, Новости 41-го канала.